О том, что все то, что в книге сказало. Страшная беда обрушилась на наш дом. 9 апреля 1970 года не стало моего Гавриэля. Человека, который преодолел сотни тяжелейших преград. И от нелепой операции прервал свою жизнь в пятьдесят шесть лет. Слез не было. Было одно желание – кричать. Кричать без устали. За что? Почему? Почему? Но, глядя на своих детей, Иосифа, Иду, Илюшу и Рафика, Понимала, что не имею права. И я сказала себе, Ты не принадлежишь себе. Ты принадлежишь своим детям, Их будущему. Ты обязана выстоять. Ты обязана все выдержать. К сожалению, мы рано потеряли отца. И мы дети сразу повзрослели. И очень часто мы признаемся себе вместе. За то, что в жизни мы не умеем. Спасибо нашей неповторимой, дорогой и любимой маме. Я очень disappointed, а мне становится обожаю на Америку, у нас есть только три esperяные семена. Без детей не очень любят описать. Без детей, я очень любых женщин, у нас есть мужчин, я каждый человек готов, ей еще в рестораншую силу с людьми, она говорит на подарками, у женщин, женщин, она как к этому повзничать, она как для детей, она как для детей, то что мы знаем, что родители, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подчеркнутой чистотой и ухоженностью Мы вступили на землю Израиля Субтитры создавал DimaTorzok Третья эмиграция В течение шести лет я восприняла совершенно спокойно Мои дети с первого дня пребывания в Америке твердо решили открыть семейный привилерный бизнес Я с детства внушала своим детям, что их жизненный успех будет зависеть от того, насколько они окажутся дружными и спаянными между собой, полными доверия к друг другу и любви Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok